Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 948. События дня. Серахов 739. Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь. За 21 июля 2017 года. Роман Фроликов. Помню хорошо, а эти ролики смотрела давно. Роман. Спаси Христос вас, Сергей. Мой коммент к передаче о встрече Андрея Ткачева с людьми в студии телевидения. Мы пытались, в кавычках слова, и при этом ничего не сказали о том, что по этому поводу думает и говорит и делает Иисус Христос, слава Ему. А он никогда не говорил никакой лжи. Он либо молчал, либо говорил истину без лжи. Он ясно обличал несправедливое поведение священников и начальников. Иоанн Креститель, благодаря ему, понятно, обличал царя, за что и поплатились головой. А также апостолы четко сказали священникам и начальникам, кого нам более слушать, вас или Бога. Вспомним еще первомущенника Стефана, который обличил свой народ в убийстве праведника, хвала ему, за что Стефана побили камнями, обличаемые ими. В Ветхом Завете много таких примеров. Пророки говорили, что они не могли не говорить, иначе бы огонь внутри них сжег бы их изнутри. Как сказали последние вопрошающие, надо либо молчать, но не лгать, до тех пор, пока терпимо, или уже говорить правду без лжи, если нетерпимо. Огонь в костях, это Еремея говорит. Хотел я молчать, но слово его. Сергей Егорохов. Мир вам, Игнатий Тихонович, только что в событиях дня узнал у вас в папке фотографии. Файлы стали скрытыми, их не видно. Проверьте это, сделав правой кнопкой мыши по папке «Свойства», как уже делали. И внизу, в этой вкладке «Свойства», где вы видели размер ее, есть строка «Атрибуты» и галочка на «Скрытый». Снимите ее. Если не снимается, это вирус. Прочитайте, вот небольшая статья «Борьба с вирусом», который скрывает файлы. Часто приходят люди с зараженными флешками. Якобы вирус удалил с них файлы. Можно ли восстановить? В 95% случаев вирус эти файлы просто скрывает. А раскрыть обычным способом их не получается, так как с атрибута «Скрытый» просто напрасно не убирается галочка. В таком деле мне очень помогает один файлик, который может создать любой чайник. Может, и вам он поможет. Создаем обычный текстовой документ. Вставляем туда, и пока атрибут «С», «Айчи», «Ди», «С», «С», без галочек. Сохраняем, нажимаем «Переименовать». Меняем формат текста на бат. Кидаем файл в корневую папку флешки и просто запускаем. После этого все скрытые файлы станут видимыми. Файл работает и на вскрытие файлов на жестком диске. Ничего не могу сказать. Или вот просто скачайте это, скиньте в корневую папку диска, где находится эта папка со скрытыми фотографиями. И запустите двойным нажатием левой кнопкой мыши. Ничего не получается, не вскрывается. Вообще не открывается это. Нажимаешь на это, она что-то выкидывает. Напишите, пожалуйста, мне, стали ли вновь видны файлы. Вот в этой папке с уважением, Сергей. Я пишу, спаси Христос, призову программиста, и он покажет. Программист был здесь, из города. Я поехал, а его уже нет, он уехал. Игнатий Тихонович, значит, Сергей пишет, Горохов. Кажется, я про другой случай написал. У вас файлы видны, просто не открываются. Но это мой рецепт тоже мог пригодиться. Вообще, статья про не открывающиеся фото, вот, показывайте. Там всего три варианта действий нужно перебрать. И программист, когда придет, разберется и подскажет. А пока в вашей власти сделать вот что. Кликните правой кнопкой мыши, поэтому не открывающимися фото появится контекстное меню, где нужно выбрать пункт «Открыть с помощью». И далее приберите хоть все программы. А их немного. Какая-нибудь, да, откроет фото. Попытка, не пытка. Дело в том, что этот диск, программист, уже старейший программист, он работает в государственной фирме по этим программам. И он вывозил в город диск, и ничего нету. Нету, не открывается, не могут открыть. А там около трех тысяч файлов. И весят, это 12 гигабайт с половиной, кажется. Ну, это же не пустышки. Но не открывается, и все. Скорее всего, изменено расширение у файла или повреждена программа просмотрщик. Вам не помешает скачать бесплатный антивирус «Доктор Веб» и проверить ваш компьютер на вирусы. Тем более, чужой диск и флешки могут быть потенциально зараженными. Может быть, и зараженными. Но дело в том, что всю эту беду-то я сам затеял. Я не понял, что работаю с флешкой, забылся. А кто мне дал этот диск, он там не пометил ничего. Буквы, буквы, цифры стоят-то. Ну, я не знаю. Я обычно скачиваю, и тогда работа всегда открывается. А я скидал, ну, какой нужен, я его скидываю в пустую уже, в пустую корзину. А потом оттуда вынимаю, они у меня готовые. Удобно так. А тут вот работал, скидывал их туда, скидывал, наверное, с тысячи скинул. Давно работает. Профессионально работает у нас тут Ангелина Устинова. Ну, вот виноват. И она начала смотреть, я говорит, виновата. Она сама ко мне приходила. А потом программист Алексей Загуляев увез в город и вернулся ни с чем. Сергей Егорович, мировым Игнатий Тихонович. Конечно, надо протирать пол, то мочить его нужно по минимуму. Но в то же время пол не имеет наружных продухов. Если, то тогда в обязательном порядке делает внутренние продухи. В старину так и было, например, в каменных храмах, в деревянном поле. В каждом углу полу вырезается квадратное отверстие, примерно 10 на 10 сантиметров. И сверху прибивается металлическая пластинка, вся как дуршлаг. И сверленная отверстиями около 6 миллиметров для того, чтобы мыши не бегали. Только в храмах я обычно ее видел из меди, а в домах можно из любой жести сделать, вплоть до консервной банки. А дырки можно и гвоздем пробить. Так мы так и сделали теперь. Добрый плотник. Еще в прошлом году. Правдивое слово из уст ваших Игнатий Тихонович. Берегите себя, чтобы еще громче возвышать свой голос к народу погибели. Добрый день, Игнатий Тихонович. Снял видео о моих буднях в пчеловодстве. Может, вам будет интересно посмотреть. Спаси Христос. Ну и дальше говорится. Вот золотая пчела. Я вот все это... Я пишу в администрацию наших ресурсов. Перенесите на наш видеоканал под названием «Тайны пчел дивного дара Божия» или «Серах» в 11.3. Мала пчела между летающими, но плот ее лучший из сластей. Вот так. На один туда-сюда. Там 12 показывает. Тут 11 глав. Ну, можно увидеть. Вчера выставили материал мне. КГБ и церковь. Отец Глеб Якунин. Хорошо. Хороший ролик поставленный. Как архиереи там, петеримы все эти. Завербованные. Служат для временного. Теперь ушел Алексей II, там, первый. Ну и что? Что тут с ластями ладил хорошо? Там-то это не нужно ничего. Власть осужденная. Общение у тьмы со светом какое? Какое? Ну, тут еще такое дело, что об отце Глебе Якунине у меня, внимательно слушает, кто пусть слушает, еще не расшифровано примерно 17 часов моего интервью с отцом Глебом Якуниным. Мы освободились в одно время с ним. 17 часов. КГБ знало про это, у меня спрашивали, я не дал. Но подполковник Никулин Юрий Михайлович спросил, а если я приеду к вам на работу, а я сторожем работал, дадите послушать? Я говорю, дам. Он приехал с магнитофоном, похоже, мой магнитофон, у меня их там было 15, когда конфисковали, арестовали. Разделили между собою, растащили, голубчики, золотые ложки, как Мельгунов там пишет. Да еще этот пишет. Ой, что-то я его забыл. Шульгин. Вот. Когда видел, как все тащат из царского двора. Вот с отцом Глебом Якуниным прослушал до утра, не спал он, слушал, а я мотался обычно. Ну, на работе уже прикорнешь, а тут никак. Он сидит и сидит, хороший, хороший человек, подполковник КГБ. Такие отношения у нас были с ним просто, ну, хорошие. А что посадили, так мне это не худо было. Вот так. И он после его, я говорю, ну и как? Да, большой мудрец. Большой мудрец. О, старейший работник КГБ сказал об Глебе Якунине. Много мы с ним беседовали, говорили, были, сфотографировались тут. Я выставляю фото иногда. Ну, и вот на этом все. Что вчера? Суббота была. А в субботу что? Вот ребятишки, я их застал, они в сарай заскочили, а там проволока, инструмент, могут порезаться. Я их наказал, там оставил на часах, минут 10 стоять. Потом мать пришла одного ребенка, который был руководитель. Ну, я им выговорил, там очень опасно, режущие, колющие предметы. А вы туда залезли в сарай и играете. Но вам играть надо. Я их привел сюда на наше поле, огород, где тюки, ну и копны, сено. Вот теперь они в прятки играли. Вот теперь тут играете. Они тут упарились, играли. Им интересно, ну, играть-то охота. Там нельзя, а тут на свободе, на свежем воздухе. И дети охочут. Тоже засняли. Вот сегодня я только за один раз, за один день 18 роликов выставил. То есть, кому надо, какой, тот и смотрит. Тут и златоусы, и добротолюбие, и наши дела. Вот так. А потом баня была. Баня вчера уже. Гнездо это, я его снял, стриг. Оно на веревочке висело буквально. Вот. Христианка Полине, Аполлинария отдал. Баночь в коробочку заключили. С яйцами запарены, не застывшими, а именно сожженными. Ну, свела прямо у котла. И они там опять начинают видеть, только уже в предбаннике. Ну, там есть, там можно устоять. Я сходил вчера у нашей сестры, у моей сестры Валентины Тихоновны. У них в прошлом году, как выходишь, коридорчик. Ну, небольшой коридор на улицу выходить. И в нем было 13 ластащиных гнезд. Я такого не видал. Как пчелы. Да в каждом гнезде еще 5 ластащат будет. Ну, там вообще птича базар-то. Ну, вчера я пошел, поснимал. Там было только уже 9. Потому что невозможно пройти, когда пятеро, они оправляются, там не пройдешь. Ну, вот такое дело. Как мы с ним, Татьяна, благослови Господи. Вот так. Ну, а потом, что днем после бани, отдохнуть надо всем. И на богослужение. А вернулись и передали. Я только после бани пошел провожать наших Тарасия Загуляева и Нестора. Дробота по 12 лет им. Они нанялись тут пости как коров с овечками. Им 500 рублей платят, делят они. И полтора литра молока тоже им. Ребятишки, им интересно. Я пошел их проводить, снимал как. А гляжу, овечек заросло. А тара там кое-как пробирается. Ой-ой-ой, лебеда. Конопля. Конопля там метра два, если не два с половиной. Я даже взял один рекордный. Там репей. Я даже лопату сломал там. Хорошая моя лопата была. Черенок отломился. Ну, там гвозди были. Вернулся, все сделал. После бани опять весь потный. Пришлось одежду все менять. Вот. Уже с храма-то выше я сказал. Ребята, вы ели баранину-то? Они еще не знают, куда идет. Ну, ели. Батюшка там дал. Много дает мяса. Сергей Пупков и Виталий Калиников. Ну, ели. Так вот, приходите. У овечек надо там убрать. Такой денник большой. А им негде там убрать. Я нарвал и набросал. Надо выбросить все. И они пришли. И тут тоже грабли у меня хорошие. Почти все убрали. Ну, маленько там осталось. Уже солнце закатилось. Мы все бились, бились. Это с 7 часов я поужинал. Оставили так. Вот видите, какая в деревне жизнь. Вначале с утра там работать. Кто что на поле, кто в огороде, кто здесь. А сестра моя, Валентина, гляжусь, машет рукой мне. Ну, я подъехал. Она напекла ватрушек разных. А я гляжу, Люби помогали. Они напротив соседи. Любят друг друга. А как раз Люби Минаевой помогали. А Люба тут в это время на себе возит сено. Это во время богослужения она не пошла. Тут грозил дождик. Вроде так. Так она напекла ватрушек, чтобы нас отблагодарить. Ну, пришел сразу на стол. А сегодня, вот я говорю про воскресенье. Экскурсию намещаем. За 10-8 километров в урывку на пчел. И вот сегодня о пчелах как раз дали материал. Ну, настолько все интересно. А в городе еще сидит человек. Да еще пущит глаза, портит. Болеет. Ну, вот так. А я в последнее время, если мне дают, называют, а рубленая такая, берет прямо кусочками простокваша. Кружка небольшая, небольшая, средненькая такая. Если мне налили, я первого, второго все отказываюсь. Ну, только компот, не компот, там еще чай есть, чтобы кусочки хлеба размочить. И все. Одной кружки хватает. И сытый, и работаешь физически. Ну, вот на этом все сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...